Добрый день всем зрителям Живого ТВ. Сегодня у нас воскресенье, 16 ноября. И как обычно, правда сегодня чуток пораньше, но все равно в эфире ваша любимая передача «Точка отчета». Сегодня у нас градус передачи немножко академический такой, с ученическим уклоном. Во-первых, мы вещаем не из нашей обычной студии, а из мастер-класса Академии Церетели. А во-вторых, сегодня у нас в гостях доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, несгибаемый им перец, один из основателей и член коллегии литературно-философской группы «Бастион», критик, литературовед, писатель-фантаст Дмитрий Владихин. Всем вам академический привет и горячий имперский салют. И начнем, я думаю, мы с главного. Перед началом передачи мне очень активно задавали вопросы, ну в основном две группы вопросов было. Первые относились, собственно, к «Бастиону», а вторая группа была о твоей недавней статье в журнале «Если», которая касалась новой очередной уже волны молодой российской фантастики. Расскажи нам немножко поподробнее, собственно, что это за волны. Я боюсь, что наши зрители не очень разбираются в подсчете, откуда их взялось аж семь. У нас был в гостях писатель Леонид Каганов, мы с ним насчитали девять. Ну ладно, семь тоже хорошо. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, раз у нас такой литературовед, открой нам шлюзы. У Лазурчука шесть, у меня семь, у Каганова девять и так далее. Давний спор. Дело в том, что волны начали считать с четвертой волны. На рубеже 80-х, 90-х появилось это понятие – волна. Оно ассоциировалось больше с поколением фантастов, но впоследствии эти два понятия были разведены. Поколение просто-напросто объединяет людей определенного возраста. Волна – это не совсем так. Волна – это канал рекрутирования фантастов в фантастическую литературу. То, что их приводит в фантастическую литературу, оно же и определяет определенные художественные особенности их текстов. Бытие определяет сознание. Ну, вроде того. Четвертая волна – прекраснейшие мастера нашей фантастики. Рыбаков, Геворкян, Лазарчук, Брайдер, Чудович, Лукины. Понятен, примерно, круг людей. Да-да. Волна пятая, на мой взгляд, это люди времен взлета Олди. Сами Олди, например, допустим, Хаецкая, писатель, который мне больше всего нравится из пятой волны. Наверное, Леонид Кудрявцев. Давай мы немножко еще ограничим по времени. То есть, это начало 90-х, да, получается? Да, это начало и середина 90-х. Вот так. И довольно значительный промежуток лет, наверное, 7. Эта волна, так или иначе, господствовала фантастики. И, ну что, привела с собой определенную аполитичность, очень большое чувство личной свободы. То есть, собственно, пафос, личная индивидуальность свободы, это то, что пятая волна ввела фантастику с наибольшей силой. Не кто-то именно о ней. И у ранних Олдей, действительно, этот пафос звучит таким набатным колоколом. Ну и, кроме того, именно они создавали русское фэнтези. То есть, например, Тара Семенова, я уже сказал, Лохоецкой, входит в понятие пятая волна. Они фэнтезиатники. Лучшие из них по преимуществу фэнтезиатники. Шестая волна, это, можно сказать, родное, это то, к чему принадлежат писатели, реализовавшиеся одновременно со мной и в какой-то степени на похожих позициях, там, не только политических, нет, художественных позициях, что и я сам. Наверное, больше всех известности получил Олег Дивов, Кирилл Бенедиктов, Двоебурцев, то бишь Бурносов и Косинков. Сюда же можно включить. Наверное, Зорич, Тырин, Елисеева. Но я не буду перечислять всех, я беру только людей, которые более или менее могут быть объединены в эту волну. То есть, получается, шестая волна, это конец 90-х? Конец 90-х, начало нулевых. Примерно так. Конец 90-х, начало нулевых. Ну и притом, понимаете, волна накатывает на волну. Бывает так, что одновременно работает в литературе представитель нескольких волн, и некоторые люди с запозданием проявляются там в той волне, которая уже уступает место новой. Ну, я полагаю, что, допустим, Ярослав Веров и Игорь Минаков, это все та же шестая волна. То есть, реализовалась она несколько позже, чем основная масса людей, принадлежащих к этой волне. Ну хорошо, Дим, я прерыву тебя на секундочку. Седьмая, да? Нас спросят, к какой волне относятся Лукьяненко, Перумов, Васильев. То есть, наиболее тиражные, скажем так, наши авторы. В общем, наиболее тиражные авторы дала пятая волна и в какой-то степени шестая. Вот так. Они находятся либо там, либо здесь. Я думаю, что Лукьяненко, в принципе, вырос на излете пятой волны. Так, например, если конкретно о нем говорить. Я думаю, что Перумов абсолютно то же самое, вырос на излете пятой волны. Вот так. Теперь, что касается того, что такое шестая. Шестая волна – это романтики, политики, то есть люди, которые отказались полностью от аполитизма, которые считали, что в литературе можно и нужно говорить на политические темы. В общем, множество, скажем, шестиволновых авторов – это мистики. То есть люди, которые интересовались такими вещами и которые в свои тексты активно вкладывали какие-то мистические смыслы. Ну и я сам принадлежу к числу мистиков. Но вот что касается седьмой волны, то здесь такая забавная штука. Дело в том, что в очень значительной степени то, как сложились пятая, шестая, седьмая волны определял рынок. Рынок создавал условия для рекрутирования фантастов в фантастику. И на седьмую волну, наверное, рынок повлиял наибольшей степени. Я считаю, что где-то в первой половине нулевых рынок четко сказал – вы не можете одновременно сделать вещь высокоинтеллектуальную, очень качественную в литературном отношении и в то же время кассовую, то есть высоко тиражную. То есть, грубо говоря, стандартное противостояние – либо тиражи, либо глубокий смысл. Глубокий смысл – литературное качество. Иными словами, раньше можно было более или менее играть с этими вещами, совмещая одно и другое. И шестая волна, и пятая – так делали. Когда наступил черед самовыражения седьмой волны, возможности были исчерпаны. Ну, они не могут быть исчерпаны на все 100%, просто их очень мало осталось. Таких возможностей. Ну, я не знаю, в седьмой волне и то, и другое может давать, может быть, до них нов. Может быть. Может давать до них нов. А в большинстве случаев авторы седьмой волны, люди молодые, где-то между 22 и 35 годами нынешними, может быть, 36, это авторы, которые для себя выбрали, в каком из двух сегментов волны они находятся. Условно говоря, тиражники и интеллектуалы. Ничего обидного в слове «тиражник» нет. То есть просто у человека есть установка на то, чтобы давать романы в рамках массовой литературы. Боевик, в общем-то, знамя и пафос тиражного сегмента седьмой волны. И сделать качественный боевик могут очень немногие. Это своего рода искусство. Сделать так, чтобы он действительно получил тираж – тоже своего рода искусство. Ведь туда рвется гораздо больше народа, чем в интеллектуалы. Гораздо больше. А вот всплывают считанные единицы на поверхности издательского потока. А все остальные довольствуются там своими четырьмя тысячами, пятью, один-два раза, пока издатель не поставит на них крест окончательно. Согласны? Ну, в общем, картинка-то достаточно обычная для наших дней. Ну, то есть ты считаешь, что в наше время уже невозможно совместить хороший литературный стиль, глубокий какой-то там несколько, может быть, слоев смысла. По крайней мере, авторам шестой волны, того же Дьюгу, если мы вспомним, это прекрасно удается. Да, удавалось. Я думаю, что сейчас это уже фантастика на грань фантастики. Почти невозможно. Нужно иметь совершенно гениальный ум для того, чтобы совместить одно с другим. Таких людей я, в общем, в седьмой волне не вижу, но, может быть, будущее как-то исправит эту ситуацию. А почему невозможно? Читатель изменился? Рынок изменился. Да, в какой-то степени читатель изменился, поскольку для начала 90-х, до конца 90-х достаточно живым и активным был тот слой читателей, который интересовался фантастикой идей, фантастикой литературного качества. Сейчас он несколько вымыт, ну, в силу естественного вымирания. То есть прежние романтики выросли, а новые романтики хотят приключений тела. Ну, в общем, да, в какой-то степени так оно и есть. И поэтому остается тем, кто выбирает интеллектуальность и хорошее литературное качество, работать для достаточно узкой аудитории, то есть для людей специфических, немногочисленных. Да, там могут быть в седьмой волне весьма качественные вещи с точки зрения литературы. Я, например, отношусь тепло к творчеству Карины Шейням, допустим, или к ее дуэту с Дмитрием Каладаном. Прекрасные вещи делает Цилаев. Или, допустим, Иван Наумов. Он немножко постарше, ему не то 37, не то 38 лет, но он проявился полностью, придя немножечко позднее, именно в седьмой волне, а не в шестой. Люди делают интеллектуальное чтиво и делают его так, но как делает писатель основного потока, то есть с применением всего арсенала художественных приемов, делающих текст произведением литературы, а не продуктом продажи. Соответственно, я не думаю, что когда-нибудь кто-нибудь из них, находясь на том же литературном маршруте, будет получать большие тиражи и, соответственно, я уж не знаю, большие прибыли. Но среди умников, среди тех, кто ценит такого рода литературу, они будут, я думаю, как минимум культовыми фигурами. Если вернуться все-таки к этой статье, о которой мы начали говорить, давай немножко для наших будущих читателей мира фантастики дадим вот такую квинтэссенцию. Собственно, что ты видишь в возникновении этой седьмой волны, какие перспективы, ну вот и к тем фамилиям, что ты уже назвал, еще несколько авторов, чтобы читатели могли ориентироваться. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что некоторые писатели ни в какую волну не вписываются, а не сами по себе. То есть я, например, Елизавету Дворецкую никуда не могу отклассифицировать. И, в принципе, всегда есть некоторое количество людей, которых отклассифицировать невозможно. Они одиночки. Теперь, что касается имен и состава седьмой волны. Ну, я говорил об умниках. Теперь об интеллектуалах. Теперь, в общем-то, резонно было бы назвать наиболее крупные фигуры среди бестселлеристов. Пожалуй, самая крупная фигура – это Рексипехов. Да, конечно. Ну, наверное, я бы назвал Ольгу Громыка, я бы назвал Афанасьева, может быть, Егорова, еще несколько человек. Но, скажем так, какое-то время этот сегмент объединяла, так или иначе, группы стирателей. Большинство людей, которых я мог бы перечислить, они в эту группу входили. Да, у нас был в передаче Роман Афанасьев, который довольно подробно рассказал об этой группе. Так что, если кто из наших зрителей интересуется, могу посоветовать обратиться к архивам. Роман там довольно подробно все описал. Но вот если все-таки избавиться от этого деления на интеллектуалов и на тиражников, вот, скажем, молодой читатель только-только заинтересовался фантастикой, вот он смотрит нашу передачу, там или в будущем на диске «Мир фантастики» посмотрит. С чего бы ты посоветовал ему начать? Чтобы он прочитал авторов, подходящих ему по возрасту, что ли, или по мироощущению, как-то так? Да дело в том, что избавиться от этого деления нельзя. Смотря с какой установкой, человек идет в магазин для того, чтобы купить что-то с полки фантастической литературы. Нет, ну понятно, что не развлечься. Просто начать уже знакомство, чтобы ему нравятся там фильмы. Сейчас все-таки немножко сместилась ситуация. Сейчас любители фантастики сначала на играх, на фильмах начинают понимать, что им нравится весь этот антураж, а потом они же идут к книжной полке. Если начать знакомство с «Седьмой волной», я, пожалуй, назвал бы три фигуры, с которых резонно было бы начать. Это Иван Наумов, это Данихнов, и это человек, который я не назвал только ошибочно, среди интеллектуалов, это Олег Овчинников, блестящий мастер рассказа, повести. Вот три человека, которые дают очень неплохое лицо для «Седьмой волны». Всех авторов, которых ты назвал, это все блестящие рассказчики. У них практически ни одного нет хорошего романа. У Олега есть повесть «Семь грехов», которая скорее повесть, чем роман. У Ивана вообще нет большой формы. Метро есть. У «Метро», да, про «Метро». Про «Метро», да. Ну, у Наума действительно не выходило, у Данихнова кое-что есть. Но если роман, роман... Ну, все-таки согласись, что сборники начинающих авторов, пускай даже они пишут блистательно, очень тяжело купить в магазине. Согласен. Вот, скажем так, я довольно двустяно отношусь к дебютному роману Дмитрия Каладана, «Другая сторона». Но это, как минимум, лицо очень большого сектора писателей, работающих в «Седьмой волне». То есть, если хочется узнать, а что будет дальше, если читать авторов из этой группы, то стоит посмотреть роман Каладана. Хорошо. С «Седьмой волной» мы более-менее разобрались. Восьмую-девятую, я думаю, обсудим с другими авторами, которые представляют себе, что это такое. Давай вернемся к твоим многочисленным титулам, которые я так весело перечислил в самом начале. Ты член коллегии литературно-философской группы «Бастион». Собственно, меня-то очень много спрашивали о том, что такое «Бастион». В основном в людях далеких от наших фантастических всяких экзерсисов бытует такое мнение, что это своего рода рассадник имперского патриотизма, где сидят ужасные националисты и думают о том, как бы изменить Россию к лучшему насильно и самыми жестокими методами. Давай мы немножко их расстроим, расскажем правду, что там происходит, и чем занимается ФПГ «Бастион». Хочется начать со слов «это все правда» и только гораздо хуже. На самом деле, в общем, этого не получится сказать. О «Бастионе» бытуют разные басни, которые причудливым образом перемешаны с правдой и фактом. Да, действительно, «Бастион» – это имперский клуб. И в него входит несколько активно действующих сознательных имперцев, которые проявляют свои взгляды не только в художественной литературе, в статьях, но и в публицистике, допустим, и в монографиях исторического плана. Я сам принадлежу к числу таких имперцев, даром, что ли, я был один из основателей этой группы. Ну, а кроме тебя Крылов? Крылов не входит в коллегию ФПГ «Бастион». Например, Эдуард Геваркян, Ольга Елисеева, Наталья Артенина, Кирилл Бенедиктов. Все люди, входящие в «Бастион». В принципе, Сергей Алексеев. Я имею в виду критик Сергей Викторович Алексеев, а не писатель эксцентрической оккультной фэнтези, тоже Сергей, но только Т. Алексеев. Вот это, пожалуй, сознательная имперция, которая входит в «Бастион» и которая внутри него активно работает. Но дело в том, что не надо путать эти взгляды с национализмом крови. То есть, никому из нас не приходило в голову взять черепомерку и начать смотреть, боже мой, какова чистота встречаемости лобной кости среди граждан России у такого-то этноса, у кого, я уж не знаю, надбровные дуги такие, кто, собственно, и по всему антропологическому типу должен быть немедленно изгнан за пределы государства. Ну да, мы можем успокоиться. «Бастион» черепа не меряет. А что же он меряет? Ну, скажем так, нас интересует поддержание определенных культурных моделей. Нас, повторяю, не интересует вопрос чистоты крови и принадлежность к определенному этносу. Совсем. Но, скажем так, мы люди достаточно консервативные. То есть... Православие, самодержавие и народность? Народность, да, для многих действительно монархический идеал, не для всех бастионовцев, но для многих. Что же касается христианства, туда подавляющее большинство людей, которые играют ведущую роль в бастионе, православные. Это так. Но мы с большей или меньшей мерой активности свои христианские идеалы вводим в художественную литературу, в критику, да, всюду, где, в общем-то, для этого будет адекватная ситуация. Дело не в том, чтобы вести какую-то православную пропаганду. «Боже мой, немедленно завтра все бегите в церковь и креститесь». В этом нет надобности. С нашей точки зрения, принадлежность к крестьянству – это дар. Его предлагают человеку раз, другой. Он может его взять и может отвергнуть. Но в любом случае решает он сам. Попытаться загнать его с помощью каких-то мероприятий, казенного образца в крестильную купель – совершенно безумное дело. Другое дело, что правильно было бы в культуре, в литературе, в искусстве, в массовом сознании всегда иметь христианский поток, достаточно открытый для всех и каждого, чтобы каждый мог присматриваться к нему, определить, нужно ему, хочет ли он вступить в эту воду, желает ли он попробовать это в своей жизни, присоединиться к этому интеллектуально, духовно, если не креститься, то хотя бы стать духовным союзником того, что происходит в России. То есть получается, что Бастион ставит перед собой некие просветительские функции? Да, в значительной степени да. Как я понимаю, не только православие, но и к этим имперским идеям. Да, конечно. То есть, как там сказал-то экс-президент Российской Федерации, национально ориентированное сознание. То есть мы считаем, что существует такая русская цивилизация, которая в настоящее время находится в пределах границ России, и она выражается главным образом определенными культурными образцами. Ну вот, в частности, допустим, материальный интерес с этой точки зрения должен отступать на второй, на третий план в жизни человека, который сознательно принадлежит к этому цивилизационному сообществу. В общем-то, вероисповедная и гораздо в большей степени. Определенная национальная солидарность, да, она должна просматриваться. Скажем так. Ну и, конечно, в общем, в последнее время Бастион поддерживает идеи техно-романтизма, то есть считает, что в стране пора проводить модернизацию, модернизацию инженерную, техническую, научную. Это к настоящему времени большая имперская ценность. Необходимо... Как там пишут наши большие политические бонзы, говорят, инновационное прорывное развитие, только не в словах, а на самом деле. Об этом очень много пишет в последнее время имперская фантастика. Можно вспомнить и цикл Злотникова, и вот совсем недавний, достаточно политизированный проект, проект России, в котором несколько книжек уже вышло. Ну, опять же, это ответ чаянием, что называется, массы. Об этом так много говорили и писали, что об этом сейчас заговорили с больших вершин нашей политики. Наконец-то. То есть есть ли... Я к чему веду такое длинное предисловие? Есть ли у Бастиона цель генерировать идеи и выкидывать их в массовое создание, пускай хотя бы в публицистическом варианте? Я бы, наверное, сказал шире. Да, конечно, такая цель есть, но здесь есть и другой аспект. Когда идея возникла помимо нас, мы работаем на то, чтобы ее поддержать, если она кажется перспективной. Слово техноромантизм не в пусть ее не изобретено. Или, если эта идея кажется нам гибельной для страны, то мы работаем против нее. Под словом генерировать я не имею в виду, что вы сидите в кружке, думаете и вы даете наверх. Еще можно подхватить идею. Это может быть и так. Нет, можно подхватить идею, облечь ее в некие публицистические рамки, разъяснить, разложить по полочкам, вот вам что вы хотели. В этом смысле как раз, наверное, нужно вспомнить такое направление, как Либерпанк, который очень активно поддерживал с Бастионом. Давай немножко мы рассказываем, собственно, что это такое, потому что там стимпанк, дизельпанк, это вроде понятно, что такое. Хорошо. Я немножко сначала еще насчет модернизации. У нас все-таки какие-то возможности информационные кое-какие есть. Недавно провели вместе с Лигой консервативной журналистики большой круглый стол, в которых участвовали, допустим, Олег Марьин, Игорь Минаков, я участвовал, был Кирилл Бендиктов, и еще были консервативные публицисты, журналисты, эксперты. Культурные стимулы модернизации. То есть, в том смысле, сгенерить идею и потом подать ее через средства массовой информации, мы сейчас это можем, это мы делаем. Либерпанк. Собственно, Либерпанк отчасти создан Бастионом, отчасти за его пределами, и опять-таки слово не бастионовское. Мы просто работали над его популяризацией и работали более-менее активно. Собственно, никто в Бастионе не любит ценности либеральные, западнические. И, в общем, с нашей точки зрения, Россия в нулевых постоянно проходит выбор между тем, чтобы пойти в каком-то собственном пути развития, между тем, чтобы присоединиться к западной цивилизации. Нам нравится первый вариант. Что касается второго варианта, то Либерпанк – это род антиутопии, когда мы показываем общество либеральных ценностей, доведенных до логического предела. А если их довести до логического предела, до высшей формы развития, получится ужас, а откромешный. Что, собственно, Либерпанк и предъявляет. То есть, это общество, угнетающее справедливости и политкорректности. Да-да-да, совершенно верно. И такого равенства возможностей, которое никому возможности не дает. Вот что такое Либерпанк. Да, там отметилось много народу. Ну, несколько авторов можешь привести в пример? Ну, я уж не знаю. Активно, например, поддерживал Либерпанк Михаил Харитонов, он же Константин Крылов. Поработала в нем, сама о том не зная, что это Либерпанк, Юлия Вознесенская, понятно, что Наталья Артенина. Прекрасная вещь Михаила Тырина. Желтая линия. Восхитительная вещь. Я не думаю, что написал когда-либо что-то лучшее. Это лучший, наверное, роман. Обычно всегда вспоминает Кирилл Бенедиктова «Война за Асгард». Кирилл Бенедиктова «Война за Асгард», да, совершенно так же сюда входит. Но и, наверное, входят некоторые мои тексты. Убить мир от Ворца роман. Допустим, «Сюрприз для небогатых людей» рассказ. Вот довольно, по-моему, широкий круг. В принципе... У Рыбакова одна из последних книг на будущий год. В Москве, если мне память не изменяет. На будущий год в Москве однозначно входит, конечно же, в либерпанковские романы. Ну, в принципе, сейчас поисковик на либерпанк в интернете выбросит гораздо больший список рассказов, поисковиков, романов. И там, скажем, людей, которые поддерживали статьями развития либерпанка. Например, Морозов, допустим, Рыслава Макаров, участвовавший во всем этом. И Паша Светенков. То есть, иными словами, тот же Эдуард Геворкян. У нас, например, был сборник, который сконцентрировал идеи либерпанка на пространстве небольшой брошюры. Назывался это сборник «Новая почва.реконкиста». Ну, сейчас это своего рода библиографическая редкость. Он вышел на небольшом тираж. Ну, по крайней мере, что такое либерпанк, я думаю, мы более-менее разъяснили. Если кто-то заинтересуется, естественно, сможет прочитать несколько вещей из того списка, что мы с Димой перечислили. Хорошо, что ты заговорил про сборник. Собственно, следующий вопрос как раз из него и выстекает, из этого сборника. Пока мы говорим только о неких, ну, что ли, неовеществленных результатах Бастиона. Но у Бастиона же есть и непосредственно книжные результаты, какой-то там выходили сакральные сборники. Было в свое время такие вот даже периодические книжки. И, собственно, главное детище Бастиона, это из вот ЛФГ, литературных философов, группы, первое слово, литературное. Главное детище это ваше литературное чтение, литературное обсуждение и непосредственно конвент Басткон. Да. Расскажи нам, пожалуйста, вот о детящих любимых. Детище любимое. Бастион раз в месяц собирается на семинары, на которых обсуждаются темы, связанные с фантастикой, с политикой, с историей и, ну, добрый план собравшихся фантастов. Поэтому, разумеется, это все идет в аспекте размышлений писателей-фантастов обо всем этом. Кроме того, раньше был литературный семинар, он пару лет назад прекратил работу в силу того, что мы почувствовали, что варим все собственным соком и нужно некое обновление формы работы. И появился так называемый Карамзинский клуб. Это то, что англичане, американцы называют book group, то есть группа людей, которые обсуждают книгу, заранее все ее читают, приходят с написанными текстами, и получается довольно жаркое обсуждение. По результатам обсуждения мы можем эту книгу поддержать информационно, сделаем одну, две, три, четыре, сколько надо, рецензии, выход на радио, в сети какие-то материалы оставим, или наоборот выдвинуть загнобить. Ну да, например так, потопить книгу, постараться, ну или хотя бы испортить репутацию. В основном Карамзинский клуб работает с вещами, связанными с историческими знаниями, в том числе и с исторической фантастикой. И в общем, скажем так, ну последняя вещь, которую мы обсуждали, например, звездный Бусара Хаецкой, роман о будущем, который стилизован под литературу XIX века, под Кавказскую войну, там в духе Михаила Юрьевича Лермонтова. Было довольно интересно, интересное было обсуждение. Будет в декабре обсуждение романа Натальи Артениной «Царь гора». Такой историко-мистический роман о соединении времен гражданской войны нашего времени. Вот это то, что делает Бастион каждый месяц. Один раз семинар, собственно, бастионовский, и один раз Карамзинский клуб. Что касается Басткона, начинали мы очень скромно с премии Меч Бастиона, которую первый раз вручили в 2000 году. Что касается Конвента, то он первый раз собрался отдельно. В 2001 году одновременно проходили под маркой Роскона и Роскон, и Басткон. То есть Меч Бастиона выдавался на Росконе. Потом Басткона выделился и идет теперь каждый раз в последней декаде января. Вот этот Басткон будет 23-25 января. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить его. Это конвент человек на 150 сейчас. Дима, я тебя прерву на секунду между строк. Наша основная аудитория зрительская Живого ТВ слабо понимает, что такое конвент и зачем они нужны. А наш читатель мира фантастики об этом узнает, когда конвент уже пройдет, когда мы положим на диск передачу. Поэтому расскажи, зачем вообще нужен конвент. На конвенте собираются писатели-фантасты, критики, редакторы, любители фантастики и прочие комплектующие фантастического сообщества. Они знакомятся друг с другом, принимают некоторое количество бодрящих жидкостей, делают доклады, ходят на семинары, устраивают разного рода интеллектуальные игрища и вручают литературные премии. Вот это основная суть конвентов очень коротко, в двух словах. То есть, в принципе, это такая большая литературная группа вроде тех семинаров, о которых ты уже говорил, только растянутые во времени и с большим количеством участников. Да, три дня 150 человек. Ну вот, особенность Басткона в том, что он старается держать марку интеллектуального конвента. То есть, там меньше пьют, больше говорят. Больше семинаров, больше выступлений, больше круглых столов, и они сконцентрированы на сравнительно в небольшом хронологическом пространстве. Ну вот, на грядущем Бастконе что ты можешь предложить интересного? Будет дискуссия к вопросу о освоении космического пространства. Россия, двоеточие, летать необходимо, знак вопроса. Очень надеюсь, что Антон Первушин примет в ней участие. Будет выступление Андрея Валентинова о железячном уклоне в исторической фантастике. Будет выступление Владимира Баканова о переводе названий фантастических произведений. Традиционная школа перевода Баканова. Будет лид-семинар Александра Зойрича и его выступление на тему технологии космооперы. Будет семинар Ольги Елисеевой будет семинар Техноромантизм Игоря Минакова Ярослава Верова. Будет собственно семинар Альтосториков. Я имею ввиду не сумасшедших фоменковцев, а людей, которые работают с альтернативной историей фантастической литературы. Ну и много еще всякого хорошего будет. Я сейчас затрудняюсь все перечислить. По-моему уже назвал довольно много. А, да! Карамзинский клуб, на котором будет обсуждаться роман Симона Вилар Светозар Медовая. Славяно-Киевская фэнтези. Вот, пожалуй, еще одно важное мероприятие на конвенте. К сожалению, время нашей передачи потихоньку истекает. Поподробнее все-таки мы не сможем уже про Бастклан поговорить. Но, я думаю, пару вопросов я еще смогу задать. Дим, давайте точно обозначим сроки, когда Бастклан 23-25 января. Да, совершенно верно. Каким образом можно туда попасть рядовому человеку со стороны? Это ничего, если я сейчас дам координат, по которому зарегистрироваться. Конечно, я за этим тебя спросил. Собственно, можно зарегистрироваться, использовав мой живой журнал ник Володихин. Ну да, там сложного ничего нет. Как слышится, так и пишется. Еще один живой журнал, посвященный специально этому конвенту. Бастион, подчеркнуто снизу, кон. Кон через кей. Кон через кей. Бастион, подчеркнуто снизу, кон. Ну, это самое простое. Существует мой мобильный телефон, 8 915 322 80 16 Завязываем с рекламой. Хватит. Все-таки вот про сборники, которые я вспомнил, это овеществленный результат деятельности Бастиона. Расскажи, вот немножко, совсем чуть-чуть у нас осталось времени про сборники сакральной фантастики и, собственно, дает ли Бастион как конвент, Басткон, шансы молодым авторам, это самое главное во всех конвентах, что молодой автор может прийти и каким-то образом посвятить своими текстами. Отвечу очень коротко. Да, у нас вышло 6 сборников сакральной фантастики, она же литературная мистика. В общем, это предмет для гордости. Там было несколько очень серьезных литературных достижений, хотя были вещи послабее, конечно. Что касается нашего нынешнего дня, по итогам конвента выйдет сборник, в частности, Зорич будет подводить итоги конкурса рассказов фантастов, и лучшие из этих рассказов в сборник попадут и получат еще какую-то денежную премию. Поэтому, конечно, мы возможность проявить себя начинающим фантастам даем. Ну что ж, к сожалению, не можем мы в очередной раз растянуть как резину время нашей передачи. Все уже заканчивается. Мне остается только поблагодарить Дмитрия за то, что он нашел время нас посетить. Ему большое спасибо. Очень приятно, необычно, академично мы сегодня побеседовали, обычно у нас все-таки больше дело касается именно фантастики, фантастических текстов, нежели чем таких политизированных разглагольствений, которые он нам сегодня выдал. Нашим зрителям я могу только напомнить, что ровно через две недели в воскресенье в 18 часов как обычно мы будем в прямом эфире. Всем удачи, спасибо, что нас смотрели, пока. С Богом, леди и джентльмены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok